Добрый вечер! Меня зовут Валерий Владимирович, я программный директор сети реабилитационных центров решения. И, как вы знаете, у нас сегодня очень интересная тема лекции, а именно влияние дефектов характера, я так скажу, вообще на всю жизнь. Что понимать под дефектом? Давайте я попробую. Есть разная терминология, есть, например, теория конструкции или фреймов различных, есть разные теории. Наиболее значимые труды вообще в области базовых установок, внутренних установок человека были написаны Юнгом и Фрейдом. И с тех пор я вот, честно говоря, ничего такого кардинально нового не появилось. На самом деле есть целая работа о похожести программы «12 шагов» на психоанализ. Но вы знаете, что доктор Юнг принимал участие в создании «12 шаговой программы». Точнее, он консультировал неких людей, которые впоследствии стояли у истоков. На тот момент это была самая прогрессивная методика. Фрейд не занимался этим, потому что, ну, в силу своего возраста преклонного, и поэтому он отправлял к своим ученикам. А Юнг вот подхватил вот эту вот идею. Ну, это такой экскурс в историю. Давайте так, чтобы вам было попроще. Меня с детства мучил один вопрос к самому себе. Знаете, такой вопрос, когда что-то шло не так в моей жизни, я спрашивал себя, зачем я это сделал? Я же знал, что так будет. Ну, наверное, не я один такой. Я не один такой здесь в этой жизни. Знаете, вот, ну, как бы… Давайте посмотрим. Каждое наше решение, которое мы принимаем, мы принимаем исходя из лучших вообще побуждений. Правда? Вот нам кажется, что если рассмотреть все обстоятельства, которые в этой ситуации мы имеем, то вот такое решение будет оптимальным. Даже если 10 человек, да, говорят, что так не надо поступать, мы все равно делаем по-своему, да, вот делаем по-своему. В чем же тут дело? Дело, наверное, в совокупности… У каждого человека есть своя система ценностей. Ну, вот мы делаем постоянный выбор, да. Мы, может быть, понимаем, что данное решение не будет плюсом в финансовой сфере, но нам кажется, что оно будет плюсом в эмоциональной сфере. Это особенно касается, когда мы, например, покупаем одежду. Да? Ну, и мы делаем такое какое-то вот допущение, да, что вот я там куплю вот эту вещь, буду чувствовать себя лучше, соответственно, у меня прибавится сил, и я буду лучше работать. Понимаете, да? Я сейчас ведь не о зависимых людях говорю, я говорю вообще обо всех, да. И говорю я для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, когда мы говорим, что основа заболевания, да, это не употребление наркотиков или алкоголя, что это всего лишь симптомы. Основа заключается вот тут и вот тут. Потому что наших резидентов никто под дулом пистолета не заставлял употреблять, пробовать и так далее. Понимаете, да? Люди делали это сами, исходя в тот момент из каких-то субъективных лучших побуждений. Лучших. У меня сейчас был интересный разговор. Хотите чуть-чуть поделюсь? Мне звонит корреспондент местных газет. Сейчас вот я еду на лекцию, представляется, говорит, Валерий Владимирович, мы освещаем проблему детской токсикомании. Не найдется ли у вас там время ответить на некоторые вопросы? Я говорю, ну, я не знаю, проблема-то очень серьезная, так вот набегу. Ну, говорю, давайте попробуем. А что вы думаете об этом? Ну, и мы стали общаться, да? Она мне сказала, что вышел закон о том, чтобы детям не продавали зажигалки. Потому что дети дышат газом из зажигалок. И вот таким образом, значит, вот... И она меня спросила, действенная ли это мера. Я ответил следующим образом. Конечно же, продавать детям зажигалки абсолютно точно не нужно. Но является ли это полностью решением проблемы? Нет, не является. Потому что в разные периоды дети дышали бензином, клеем, да, там, и так далее. Почему? Ну, нужно посмотреть на финансовые возможности ребенка. То есть дети используют вещества, которые очень легко достать, которые дешевые, да? И, собственно, это и определяет особенность детской наркомании. Токсикомания – это наркомания. Понимаете? Вот, ну, когда у ребенка появляются финансовые возможности, конечно же, ребенок пробует другие вещества. Ну, стоимость, там, наверное, зажигалки газовой и бутылки спиртного несоотносимы, понимаете, между собой. То есть были бы у ребенка деньги на алкоголь, и возможность его купить, он бы нашел бы способ его купить. Понимаете, да? Это вот... Я для себя это так называю, да? Это вот люди, которые... Взрослые люди, которые ищут любую возможность выпить. Они стоят на перекрестках часами, да, чего-то ожидая. Если к этому человеку, к взрослому человеку, к алкоголику, да, подойдет ребенок и попросит его купить спиртное, как вы думаете, что произойдет? Он ему откажет, скажет, нет, тебе я не куплю, тебе нет, 18... Ну, конечно, он купит. Ну, естественно, да. Естественно, да. То есть ограничения, с точки зрения внешних ограничений, в этой области, они, ну, конечно, они нужны. Это безусловно. Это отношение общества к проблеме, к самой. Решает эту проблему? Нет, не решает. И эта девушка задала мне вопрос. А в чем же решение проблемы? Я говорю, знаете, оно должно быть комплексным. Потому что вообще есть генетическая предрасположенность. Есть генетическая предрасположенность. То есть в России это абсолютно точно, мы можем говорить, она есть. Является она доминантой? Нет, не является. Есть проблема воспитания? Безусловно, да. Потому что мы же с вами не оканчивали специальных курсов, как правильно воспитать подростка, ребёнка, чтобы он не начал... Мы только начали этим заниматься сейчас. Понимаете? Такого нету предмета. Мы его не изучали ни в школе, ни в ВУЗе. Правда? Я был в учебных учреждениях, где... Я не зря, я помню тему лекции, я не зря об этом говорил. И вот посмотрите, 150 человек. Родители пришли, молодцы на самом деле. Это вот после рабочего дня и преподавательский состав. И у меня попросили симптоматику. Я говорю, господа, если мы говорим о симптоматике, по каждому виду вещества есть своя симптоматика. У нас на самом деле есть брошюра на эту тему. Все её видели. Моя задача сделать так, чтобы вообще первого раза не было. Ну, вообще, чтобы не произошло вот этой трагедии. Понимаете, да? И ключ к этому лежит в вашей осведомлённости о истинных причинах зависимости. Будете ли вы тратить на это время? Кто-то сказал, мы и так много работаем. Правда? Люди много работают. Правда в том, что школьник видит своих родителей 15 минут утром. И примерно столько же вечером, когда у мамы и у папы уже реально нету сил на то, чтобы там... На зубах там... Какие оценки в школе? Двоек нет? Всё. То есть, точки касания с ребёнком – это в голове у родителей. Я занимаюсь воспитанием своего ребёнка. На самом деле, полчаса в день формального общения – это не является воспитательной функцией. Понимаете? В школах сейчас дети издеваются над учителями, потому что знают, что ничего не будет. У учителей отобрали воспитательную функцию. Понимаете, да? Учителя боятся, не дай бог, пойти на конфликт с ребёнком – это же... Дети жестокие люди. Бывает, ну, как бы, понимаете? Вот мы попадаем в какую-то зону совершенно стагнации образовательной системы. Я прошу прощения. Критиковать всегда легко. Я понимаю, что это очень тяжёлая работа. Я сейчас обращаюсь к тем из вас, кто работает учителями. Я понимаю вашу боль, и именно поэтому я на общественных началах делаю эти мероприятия. Понимаете? В школах. Это мой вклад в оздоровление вот этого поля. Потому что всё начинается оттуда. Эта девушка меня спросила, самая частая причина употребления. Я говорю, знаете, у меня нет статистики, но исходя из заданий «История химической зависимости», которые тысячи я слушал, там есть такой вопрос. Почему попробовал в первый раз? В подавляющем большинстве случаев это вопрос инициации. То есть подросток хочет доказать свою взрослость. Перед лицом своих сверстников. Дети со взрослыми не идентифицируются. Дети идентифицируются с детьми. Понимаете, да? То есть опыт специалиста, который пришёл в школу и рассказывает историю своей жизни, для них не является чем-то. Это такая история, которая вообще где-то за скобками. Понимаете? А вот мальчики в соседнем классе вчера принесли снюс. Понимаете, да? И они крутые. Потому что они знали, что их могут наказать. Да? То есть они смелые, дерзкие, привлекательные очень образы. Понимаете, да? Это вопрос о ценностях. Как они появляются, эти ценности? Очень просто. Папа закуривает сигарету. Сын подходит к нему. Говорит, пап, зачем ты куешь? Папа отвечает, это не твоё дело. Но если ты, не дай бог. Попробуешь? Вот там висит ремень. То есть какую информацию отец даёт своему ребёнку в этот момент? Ну, понятно, что поверхностный смысл. Там закуришь, я тебе ремнём попробую отбить это вообще даже желание пытаться. Но сам факт того, что он курит, он может много говорить о том, что это вредно, сынок, и так далее, и тому подобное. Но отец является рельевой моделью. То есть нужно стать настолько сильным, понимаете, да, как мой отец для того, чтобы позволить себе вот так себя вести. Делать то, что хочется, несмотря на то, что будет вообще. Понимаете? Мы говорим ребёнку, не смей ругаться матом. Ну, давайте смотреть в реальности в глаза. Мы говорим, не манипулируй. Вы сами манипулируй. Почему? Ну, потому что в момент, когда нам нужно принять решение, нам кажется, что это самый эффективный способ добиться благих целей. Правда? Да. Теперь давайте попробуем немножечко разобраться, что же такое дефект. Самая простая модель – это часы. Там есть часовой механизм. Есть шестерёнки, которые должны соответствовать определённому размеру, диаметру. Тогда часы будут показывать точное время. Что же такое дефект детали? Это когда деталь не соответствует стандарту или размеру. Она либо меньше, и зубчики не зацепляются, понимаете? Либо она больше, и она не влезает на своё место. Вот и всё. То есть мы говорим о том, что дефекты – это некие переизбытки или некие недостатки. Вот недостатки мы слышим часто. Недостатки характера. А вот переизбытки – это такое редко встречающееся выражение. То есть имея о жизни несколько наивное представление, то есть как бы, ну вот, ребёнок, например, вы ему купили игрушку, а он добрый мальчик. Он взял её и подарил в классе другому мальчику. Неоднозначная же ситуация, правда? С одной стороны, он проявил доброту. А с другой? А с другой – это я ему купила. Я не потратила. Да. А он на дар. Да. Но некоторые мамы говорят, ну что, ну, мой сын добрый, это хорошо, это надо развивать. А он будет отцовы ручки. Мы не знаем, что там произошло, почему он это сделал. По доброте душевной или это была другая схема. Да. Но то, что мы делаем умозаключение за ребёнка, понимаете, не пытаясь разговаривать с ним, как со взрослым, не пытаясь привить ему ценности определённые. Например, разговор о деньгах страшно показаться жадным. Да? Мы изначально закладывали. Я же для тебя всё вообще. Я всё для тебя сделаю. А потом нас на этом ловят. Мам, ну что ты начала из 200 рублей вот эта вот история? Тебе 200 рублей жалко? И мы прям боимся, да, что вот нас поймают на определённых вещах. И нас ловят. С детства. Ешь кашу. Не буду. Ешь кашу. Ты меня не любишь. Ты меня заставляешь есть кашу. Никто в моём классе не ест кашу. Все уже взрослые. А ты будешь есть кашу? Или не встанешь из-за стола? Встану. Ах так? Ну-ка пошёл в свою комнату. Гулять не пойдёшь сегодня и так далее и тому подобное. Ну, мамочка, ну, пожалуйста. Ну, ладно. Я перегнула. Чёрт с тобой. Иди, уже невозможно. Это всё вы знаете. Понимаете, да? Какой опыт? Он поймал этот момент. Он поймал момент. Ну, как? Если не удаётся. Вот смотрите. Самый эффективный способ отнять у другого человека то, что мне не принадлежит, но очень хочется иметь, это агрессия. Да? Дети изучают этот способ в песочнице ещё. Понимаете, да? Отобрать игрушку у другого мальчика. Самый эффективный. Если хватает сил. Тогда. Марина. Ну, есть такие девочки, знаешь, что, не дай бог, не в этом суть. Если, ну, то есть дети изучают, что самый примитивный, самый эффективный способ – это отобрать. Если это возможно. Но если это невозможно, а у взрослой мамы отобрать ничего невозможно, когда ребёнку там 7, 8, 10 лет, это не выйдет. Тогда начинается шантаж. То есть ребёнок ведёт себя так подсознательно, чтобы вызвать у мамы что? Или у папы? Раздражение. В крайней степени. Понимаете, да? Когда мама раздражена, да, ну, есть какой-то предел, да, который мама терпит, говорит, спокойно. Дальше ещё нужно подлить масло в огонь. И ещё масло в огонь. Мама – это не папа. Мама сразу за ремень не возьмётся. Мама начнёт, что делать? Кричать. А потом, когда ты меня задолбала, что делать? И отдастся. Почему? Устала накричать. Нет, потому что каждая мама, накричав на своего ребёнка, иногда… Чувствовала вины. Да? Испытывает чувство вины. Это из конструкции, которая называется «Быть идеальной матери». Ну, вот у нас сейчас идеальная мама. Это мама, которая вроде как добивается всего вот этого, только без повышения тона, без ремня. Если у меня это не получается, как у матери, без ремня и повышения тона, простой вывод. Какой? Я плохая мать? Представляете, какой кошмар. То есть человек начинает обесценивать вообще, в принципе, свою функцию материнскую. Я вам скажу так. Идеальных родителей не существует. Есть пределы какие-то, да? Допустимого. Плюс ещё галлюцинация взрослых людей, что мы полностью до 18 лет влияем на нашего ребёнка. Нет. Ну, когда он у нас на руках, да? Ну, да. А как только он начинает ползать, уже нет. А дальше он начинает ходить и разговаривать, вообще нет. А когда он уходит в садик, большую часть времени на него влияет его окружение. Понимаете? Дальше школы, дальше больше. Но мы в голове считаем, что мы вот ещё как-то что-то контролируем. А на самом деле, да, то есть давайте посмотрим на историю избытка или недостатка. Я сейчас не по классике. Я хочу, чтобы вы просто поняли, о чём идёт речь. Я мог бы по-другому построить лекцию, да? Ну, мне кажется, уже надоело вот это вот, да? То есть там список и так далее. У нас тем более новички же есть. Переизбыток. Вот мы приводили... Я приводил пример о чрезмерной агрессии. Да? Когда вот паровой котёл, да? И там избыточная реакция. А недостаток – это просто не реагировать. Сказать, ну, не хочешь, не делай уроки. Не ешь кашу, делай, что хочешь вообще. Я пошла своими делами заниматься. Понимаете? Но так же тоже нельзя? Нельзя? Многие говорят, у меня не хватает терпения. Почему? Ну, наверное, потому что... Мы сейчас... Я не просто так детскую тему выбрал. Да? Потому что, ну, сколько бы вашему ребёнку не было лет, он всё равно для вас остаётся ребёнком. Хотя у него уже борода и всё остальное. Понимаете, да? Мы сами часто своим поведением даём маленькому ребёнку или взрослому ребёнку основу для манипуляции нами. Мы прямо инструкцию даём. Знаете как? Ну, какими? Скажите громче. Безграничной любовью. Безграничной любовью. Да. Избирательностью. И отношениями между... Супругами. Правда? С другими людьми. То есть, мы как бы считаем, что в семье мы поступаем по одним принципам, да? А со всеми остальными людьми, ну, как бы по другим. Что-что? Двойные стандарты. Двойные стандарты. То есть, можно... Правила есть, но их можно подстраивать. Понимаете, да? В зависимости от ситуации. В зависимости от некой вот этой вот... Ну, дети определяют же очень просто. Если мама делает то, что я хочу, она меня любит. А если нет, то можно её упрекнуть в том, что она меня не любит. А ещё в голове у ребёнка это постулат. Это железобетонная установка. Мама должна меня любить. Понимаете, да? Она просто обязана. Представляете, к вам ребёнок подходит, задаёт простой вопрос. Мамочка, ты меня любишь? А вы ему отвечаете нет. Не, у нас было такого, когда что-то опросов, говорю, нет. А зачем ты меня тогда родила? Интересный вопрос. Зачем так не родила? Как вы ответили? Я говорю, захотела я родила. Захотела, чтобы у меня ребёнок. Выросли. Да? Начинаю. Да, там, вот ты мне это не купишь, значит, ты меня не любишь, зачем ты меня тогда родила? То есть, у нас было, если я что-то делаю не так, значит, я не люблю, и зачем я родила? Вы растерялись, потому что вопрос взрослый, да, то есть, как бы, он это очень взрослый вопрос, требует взрослого ответа. Ну, какие варианты есть, можно сказать? Вообще не твоего ума дело. Подрастёшь, поймёшь. У меня мечта была, ребёнок. Это моя мечта. Но моя любовь не определяется твоими стандартами. Ты считаешь, что моя любовь заключается в том, что тебе игрушки покупать. И на этом твоё понятие любви ограничивается. А купля-продажа – это не совсем деточка-любовь. Если хочешь об этом поговорить, давай поговорим. Ну, мы теряемся, мы боимся каких-то вопросов, понимаете, сразу. То есть, давайте мы с вами пойдём к основе вообще искривлений, изменения размера всего того, что называется дефектами. И я немного вашего времени займу. У нас есть... Вообще вот мы боимся, как знаете, в программе люди слышат слово контроль, и всё – контроль. Понимаете, да? Ну, деньги-то мы и время контролируем, правда? И в этом ничего плохого нет. А здоровая часть контроля по отношению к зависимым, со стороны созависимых, это контроль результата. Вот не вмешиваться в процесс. А вот если созависимый вмешивается в процесс, вот это вот больная часть контроля. Плюс результаты – не мешать людям приобретать опыт негативных результатов. Это вот мы тоже, да? Это оттуда, кстати. Если я ему не помогу, он сделает вывод, что я его не люблю. Если я его сейчас не прикрою. Понимаете, да? Здоровая же часть контроля для зависимого – это как раз обратная история. Контролировать свой процесс. Сейчас большинство специалистов, которые… А, у нас инстаграма нет. Сейчас у людей была бы, наверное, очень бурная реакция на мои слова. Как нет? Контроль своего поведения. Да, невозможно контролировать свои чувства, но поведение – это можно контролировать. Можно контролировать последовательность своих действий, когда жаришь яичницу. Понимаете? Можно. Я сейчас буду говорить об эгоизме. Ну, мне часто ребята задают вопрос. Да, по поводу того, что же такого есть тогда неэгоистичного в мире. Я говорю, ну, давайте посмотрим на вещь. Реально. Мы даже воздухом дышим из эгоистичных побуждений. Правда? Ну, это же что мы выдыхаем? Да? Ну, продукт, который не пригоден для жизнедеятельности другого вида. Мы так вот решили, что мы высшие существа, а муравьи и кошки, и собаки, и все остальные животные такие же полноправные жители этой планеты, как и мы с вами. Мы их не создавали. Ну, как бы. Не правда ли, да? Лес, вода, другие ресурсы. Мы все это используем. Ну, как бы считая, что мы высшие существа, венец мироздания и все остальное. То есть предполагается, что мы какую-то такую функцию несем, да? Что мы способны относиться к этому миру бережно. но предполагается. Практика другая. Ладно, это так. Мы на это, на все, ну, претендовать не будем. Нам бы свое, вот, наше, как-то определить. Вообще, в переводе с латыни эго – это я. И функция вот этого эго – защищать человека. Понимаете, да? Когда мы говорим о дефекте, мы говорим о состоянии, когда это эго огромно. Понимаете, да? Когда это эго не предполагает вообще делиться чем-то вот с другим человеком. Поэтому больная часть эго – это только я, а вы все существуете только для того, чтобы мне было хорошо. Здоровая часть могла бы звучать по-другому. Да, я, но и вы тоже. Понимаете, да? То есть, так строится на этом принципе строится взаимоотношение между людьми. Сила человечества в коллективности. Мы поодиночку мало что можем. Понимаете, да? И пришли к таким результатам только потому, что умели всю историю договариваться. Плохо, хорошо, но как-то в конечном счете, да, то есть, как бы много создано в социологии для того, чтобы мы объединились. мы живем на одних территориях, да, мы объединяем общий труд, конвертируем его в деньги, да, что упрощает наше взаимоотношение, да? Ну, по сути-то, ни один другой вид ничего такого не имеет. Понимаете, да? Почему эго начинает поглощать все пространство вокруг себя? как вы думаете? Когда вот эта вот функция защиты включается? Давайте мы попробуем сделать так. Вот здесь мы напишем о другом дефекте характера агрессивность. Помните, да, если можно отобрать самый эффективный способ? Что у нас вот тут? Ниже. Если не агрессия, там идет нечестность или шантаж, можно по-разному называть, манипуляции, на самом деле шантаж, да? Или мы говорим нечестность, так, чтобы просто слово такое красивое, шантаж это такое некрасивое слово. Манипуляции более или менее такой, помягче. Да? Я вот люблю называть вещи своими именами. Господи, тяжелый рабочий день. Что я делаю вообще? А вот здесь что? Ну, вот это уже способы удовлетворить какую-то эгоистичную потребность. Если функция эго защищать, то откуда вообще берется защита? Когда мы защищаемся, попадают. Так? Какое чувство возникает? Самосохранение. Господа, ну, вот здесь страх лежит. Страх. все получается логично. Есть система ценностей внутренние. Да, мы же все хотим быть успешными, правда? Хорошими родителями. Мы хотим быть любимыми, правда? то есть у нас есть страхи не быть, не получить чего-то, да? Эти страхи иногда даже мы не осознаем. Понимаете, да? У нас сразу включается вот это механизм защиты. Мама думает, если я не сделаю за этого поросенка его домашнее задание, он завтра получит двойку. Получит двойку, а меня вызовут на родительское собрание. Я там буду сидеть краснеть, потому что я не хочу выглядеть плохой матерью. Я боюсь, что мне повесят ярлык плохой матерью, которой наплевать на своего сына. Поэтому, чтобы этого всего не проживать, для меня это пара пустых его домашнее задание. Так, бестовач, садись за стол, бери свою тетрадку, ручку и пиши то, что я тебе говорю. Вы сейчас мне скажете, а при чем тут употребление наркотиков? Хорошее направление, что ребенок изучает, что бы я ни сделал в своей жизни. Да, моя мама или мои родители, они покричат на меня, могут дать ремня, но они не допустят, чтобы я сел в тюрьму по простой причине. Я столько раз мог вылететь из школы, они этого не допустили. Понимаете, да? Потому что это им надо. Ну, это вот, зачем ты меня родила? Это тебе было нужно меня рожать. Мне не нужно. Ну, в самом посыле жестокость, да? вам нравится подача материала? Или это слишком как-то вот грубо? Нет? Я потому что сам свою работу оценить не могу. Ведь мы очень много говорим о дефектах характера, как они связаны с употреблением. Но часто как-то я пытаюсь менять угол, точку зрения, потому что слова начинают превращаться в такие штампы и теряется их смысл. Но ребенку не понять, что любовь это настоять на том, чтобы он ел кашу. Любовь заключается в том, чтобы объяснить, как сделать домашнее задание, а не делать за него. Понимаете, да? Любовь это не всегда да, это иногда нет. И пока ребенок сможет вообще судить о том, что такое любовь, вообще судить об этом, ребенок сможет, когда вырастет, и когда у него собственные дети появятся. Потому что очень легко рассказывать, знаете, мне очень много людей дают советы, как мне управлять сетью, что мне делать на стационаре и так далее и тому подобное. Но правда в том, что никто из них даже не попытается встать. Ну, я понимаю, почему. Мы здесь с вами пытаемся понять, почему нам надо работать с этим. Тема дефекта характера это не просто праздная тема поговорить о морали. Почему нам надо с этим работать? Чтобы изменить систему взаимоотношений в семье. И чтобы это сделать, вам нужны силы. Я слушал вас, да, мы были не так давно, сидели друг напротив друга, вы задавали вопрос, сколько человек в комнате, а что они кушают, понимаете, да. я ничего не сказал на эту тему, я вам говорил о том, что есть ротация, что в случае терапевтической необходимости, понимаете, дело в том, что мы по максимуму заботимся о комфорте, но это не главное. Главный принцип на реабилитации, вот человек в базе получает 8-часовой сон, комфортный, возможность принять душ, трехразовое питание, 11 перекур в день, да, и возможность посещать программные мероприятия в базе, чтобы человек, как бы он там не вел себя, да, любой резидент, да, и медицинскую помощь, если потребуется. Если человек начинает вести себя неподобающим образом, оскорблять персонал, то есть, ну, как бы, он лишается неких привилегий, например, возможности звонить домой, понимаете, да, или возможность заказать в магазине какие-то дополнительные печенюшки и так далее, если у мамы посыл, как он питается, то для нее, когда у него нет возможности заказать печенье или там еще чего-нибудь, это будет трагедией, понимаете, да, как это? Но у него всегда есть возможность сказать, я хочу получить обратно свои привилегии, что мне нужно сделать, чтобы списать баллы, ему скажут вымой кухню, например, ну, как вариант, да, или там помой окна, и без проблем у тебя будет возможность позвони домой, заказать какие-то, что мы пытаемся привить? мы пытаемся привить веру в то, что, по крайней мере, окружающий мир будет реагировать на поведение наших резидентов адекватно. Понимаете, да? То есть никто не обязан делать работу для того, чтобы ты жил. Понимаете, да? не хочешь, не надо. То есть мы пытаемся вести взрослые разговоры, как, знаете, суждение там. Умер дедушка, ну, да, он уже в возрасте, болел, ну, умер и умер, ну, положено было умереть. Понимаете, да? Я говорю, молодой человек употреблял наркотики, тоже умер. Ну, положено было умереть. Но вы-то не хотите, да, умирать, да? Поэтому будьте аккуратны с суждениями. Это вот история, понимаете, я считаю, что рациональней, да, очень тяжело отстаивать свои границы. Ну, гораздо рациональней, потому что если на десятый раз ребенок наталкивается на нет, в одиннадцатый, скорее всего, он прекратит попытку шантажировать. Понимаете, да? Но надо эти десять раз выдержать или пятнадцать, или три, или двадцать пять, понимаете? Что вам нужно для этого? Вам нужно всего две вещи. Вам нужны знания, как это сделать, и силы. Если у вас это будет, вы без проблем справитесь. Поэтому я вам немножечко, я на всю сеть дам это задание, проверить я его, конечно, не смогу. Попробуйте для себя на листе бумаги, да, написать свои цели в отношениях с конкретным человеком. Вот что вы хотите получить? Не от него, от себя. Извините. Где предел того, да, вот где заканчивается моя ответственность, и начинает соответственность другого человека? Начните с простых вещей. Ну, например, сколько ваша дочь будет жить вместе с вами? Ну, как бы вот в себе это видели? Всю жизнь или для определенного возраста? Ну, конкретика. Сколько, от скольки лет ей должно быть, чтобы она смогла вообще быть женой? Это тоже работа непростая, этому надо вообще долго учиться. Потому что бизнес-проект свадьбы, он еще не означает, что, понимаете, да? Просто для мам, в основном, для пап-то не очень, для мам вот эта вот идея, ребенок там женится, это очень привлекательная идея. И дети это знают. А дальше можно вот эту вот историю отыграть, потом сказать, ну, не сложились, не получилось, не срослось, не сошлись характерами. Но свадебные подарки при этом как-то поделить и... понимаете? Я не говорю вам о том, что ваши дети плохие. Я говорю о том, что система ценностей сильно искажена. Они такие, какова система ценностей. Вообще, ну, любой сотрудник компании – это продукт системы компании. Ну, вот у меня, как у руководителя, когда у меня возникает это, тоже иногда возникает, что конкретный человек плохо работает. Я, выдыхая, говорю себе, вообще, это моя ответственность, потому что, ну, значит, надо менять систему. Значит, что-то в этой системе не совсем так. ваша задача, как цель проекта решения построить функциональную систему отношений со своим зависимым. То есть, чтобы выполнялись совместные функции, не только его функции, понимаете, да? Ваши совместные функции, вы должны настаивать на удовлетворении своих собственных потребностей. а не так, что там, лишь бы не употреблял, как кормили всю жизнь, как-нибудь прокормим. Понимаете? Вы лишаете человека жизни таким образом. Вы лишаете его возможности. Да, ваш страх, понятно. Он ничего не умеет, он пойдет, его там скажут в глаза, ты ничего не умеешь. Он расстроится, сорвется, мне придется повторять всю эту историю. Понимаете, да? А столько сил вложено, вот этот вот страх, он сорвется, он употребит, да, все сначала, да, все сначала. Чем я вас хочу поддержать? После программы употреблять, как раньше, никто уже не может. Не получается сделать комфортно. Знаете, почему? Есть так называемые уровни отрицания. И вот самый такой первый, когда человек сталкивается с употреблением, он себе говорит, я не наркоман, это вот они, те, кто там внутривенно, да, а я просто экспериментирую. У меня проблем нет. Проходят еще несколько уровней отрицания, когда он начинает признавать проблему. Дальше самое последнее. я признаю свою зависимость, я признаю, что мне конец, я знаю, что есть система выздоровления, которая помогает другим, у меня не получится. То есть, вот, сначала я был особенный, и в самом конце я тоже особенный, только с другой стороны. Понимаете, да? Вот у этого мальчика получится, потому что он там молоденький, у него родители состоятельные. он сейчас выйдет из центра, они ему работу подберут, у него все будет. Вот у этого получится, потому что он старше меня, ему уже все, если он там еще раз употребит, он умрет. А я еще, а я не такой, я не такой, я не такой, я не такой, и сил у меня нету, ну, как бы, вот столько, сколько у остальных. Но у каждого из ваших близких есть свой срок чистого времени. и собрать себе, что в принципе невозможно употреблять, уже не получается. Да, с помощью, да, в определенных условиях, но получается же. Понимаете, да? Поэтому эта мысль, она будет мучить случаи срыва больше, чем все остальное. поэтому никакого зря не существует. Понимаете? Бывает путь, он бывает много ступенчатый, да? Мы вам говорим о том, что если вы проверяете твердость, стойкость и ваш ребенок, ребенок, повторяюсь, потому что, ну, я не ошибаюсь с формулировкой, пройдет всю реабилитацию и вы тоже до конца, то вероятность успеха очень высокая. Существует 90-процентная вероятность, что никаких срывов не будет в принципе. Это исходя из статистики, которые собрал отдел родственник, ну, как она была сделана, обзвонили всех наших выпускников с вопросом, был срыв, не было, как сейчас, дела за 4 года. Так ведь был, Марин? То есть никакого интереса говорить о том, что там все хорошо, если все плохо, у этих людей не было. Наоборот, если бы нас бы обвиняли... 90... Сколько? 90 процентов. И плюс еще 3. У нас на церкви немножко по-разному. Нет, у нас был общий сетевой. 95. Да. Это точно это. И 97 это за счет того, что там месяц побыли. Да, потому что есть еще гарантийный сертификат, бесплатная программа профилактики срыва. Есть люди, которые сорвались после года, воспользовались сертификатом программы профилактики срыва и остаются в трезвом состоянии. То есть это, ну, как бы можно считать, можно не считать. Но я бы считал, потому что все-таки не воспользовался бы человек этим. Есть люди, которые не воспользовались, имея его на руках. Понимаете? Но, чтобы дойти до конца курса, это же нужно очень много усилий приложить. Я оценил то, что вы пришли в эту аудиторию. Я понимаю, из чего складывался ваш сегодняшний день. Сегодня у нас понедельник. Вчера были выходные. Вы сегодня проснулись утром. Пошли на работу. Спланировали свое время. Да, на работе вы работали. Вы не просто, да? Приехали в эту аудиторию. 18-30 вы все здесь были. То же самое я могу сказать о людях, которые смотрят трансляцию. Да, ну, да. Я уважаю ваши усилия, поэтому я стараюсь не потратить вот это время зря для вас изо всех сил, отступая от канонов и всего остального. Просто чтобы... Моя задача, моя апелляция, господа, я, ну, не являюсь тем человеком, который будет учить вас жить или присваивать вам диагнозы. Это не моя цель. Я апеллирую, наверное, к здравому смыслу и немного к вашему сердцу. но всегда вам говорю, что вы вправе не соглашаться со мной. Я неистинно в последней инстанции. Это просто 18 лет опыта в этой профессии. Вы ожидали, наверное, получить информацию в принципе о дефектах характера или о дефектах характера ваших близких, а мы сегодня, видите, говорим не об этом, мы говорим совсем о другом. Мы говорим о вас. Чтобы выздоровление начинается с вас. Мы вас слушаем, будем учиться. Вам обидно? у нас просто нету другого варианта, понимаете? Хотя, наверное, обидно, каждый родитель думает, что все же вся эта работа сделана, да? То есть придет время, мой ребенок, он будет успешен, бог с ним, помогает он мне или нет, но я буду видеть результат своего труда, да? Мое сердце будет спокойно за то, что у него все хорошо. Я со своими проблемами еще как-нибудь иду. А тут приходится возвращаться и переделывать вот это все, понимаете? Хорошо, что есть такая возможность. Могло и не быть. Тем родителям, есть какое-то количество людей сейчас, которые не присутствуют в этой трансляции, для которых мы являемся, как знаете, станцией техобслуживания. Вот нам отдали, мы отремонтировали и вернули. Но на каждой станции техобслуживания дают список рекомендаций. Понимаете, чего делать и чего не делать. наши рекомендации таковы, что без этого лекционного курса их невозможно выполнить. Они непонятные, зачем это делать и как это делать. Понимаете, то есть мы свою работу сделаем. А вот дальнейшая эксплуатация нашего продукта это вопрос вашей осведомленности о правилах. Что можно, что нельзя. Что испортит, что наоборот улучшит. Понимаете, да? Я уверен, что вы все справитесь с этой задачей, она нехитрая, она в общем достаточно. Вот вы есть в рабочих чатах родственников, да? Простите, у меня куча чатов, я сегодня у меня был рабочий, рабочий. Чаще задавайте вопросы тем родителям, которые уже либо близко к завершению, либо уже закончили. Мы их не удаляем из чата. нет, мы удаляем только тех, кто ушел раньше срока. Если человек закончил программу, мы не удаляем, если он участвует в чате, это ресурс. Он может уйти сам, но мы сами не удаляем. человек с нами прошел год, выполнял три года, то есть как бы интересуетесь, каков был путь, какие, вот знаете, когда нужно рассказать о каком-то проекте, берется точка А, как было. Потом что стало, да, и какие важные вехи были на пути от точки А к точке Б. Что было значимым? Какие внутренние трансформации, наверное, вот так вот? Что было важным? Что было очень трудным? Как это проживалось? И как проживался страх срыва? А страх, что не простит? Я вообще вам хочу сказать, ну, представьте, вот, ну, давайте так, я, может быть, грубовато, все зависимые эксплуатируют ресурсы семьи во время употребления. Вот представляете, ну, зависимый обиделся. И больше не эксплуатируют, вот, обиделся так, что отношения прекращены. Это смешная ситуация. Ну, можешь сказать, обиделся хорошо. Да? Ну, ты же обиделся? Что ж ты опять начинаешь? Вы мне должны то-то, то-то. Или ты не обиделся? Сынишка говорит, папа, я на тебя обиделся. Я хотел на батуты, а ты меня, вот, меня, а мы пошли в магазин, и я там из-за тебя начал выбирать игрушку, и потом мы не успели на батуты. Я говорю, прекрасно, прекрасно. Вот я, говорю, этого ждал. Вот я, ну, как бы, мне твои батуты, они вот тут. Равно как и твои игрушки. То есть все, мы прекращаем с тобой отношения, да, сейчас берем игрушку, сдаем обратно в магазин, больше ты мне не звонишь, я тебе не звоню, никаких вот этой войны по поводу там ешь-не ешь, да, то есть не, ну, я не совсем обидел, нет, я сначала обиделся, но потом, папа, я тебя простил. они очень быстро схватывают, когда с ними я, но стараюсь со своим сыном разговаривать, ну, как со взрослой личностью, на его языке, но как бы с точки зрения взрослых ценностей, я не боюсь этого, знаете, отец не хочет отвезти ребенка на батуты, да, не хочу, я это делаю, но я говорю о своих чувствах, мне эти батуты, вот этот виск, понимаете, да, он не доставляет удовольствия, я это делаю через силу, делаю потому, что понимаю, что для него это удовольствие, для меня это не удовольствие, то есть я даю правильную, корректную информацию, мне врать ему не приходится, понимаете, да, ой, так здорово, мы сходили с тобой на батуты, я сидел в этом визге, пытался работать, да, а ты там лазал, и все хорошо получилось, нет, разбираясь с этим, да, не в этом смысл, да, то есть, это дело осознанно, вот такая вот, а можно две игрушки, нет, нельзя, но мне нравится это и это, я говорю, тебе придется сделать выбор, или не делать его, или как следует подумать дома, вообще ничего мы сейчас покупать не будем, мы пойдем домой, ты неделю подумаешь, потом мы вернемся и ты сделаешь выбор, так что, робот или пароход? И я не буду здесь стоять час, пока ты думаешь, пять минут, или можем уйти? Любите своих внуков, они отомстят вашим детям. Но он у меня как-то исполнил в кооператоре Дон, он встал на середину, прямо, чтобы его все видели, так вот сжал кулачки, сказал, почему, почему, если ребенок хочет игрушку, ему не покупают игрушку, вы не представляете, это был спектакль вообще бест, да, потому что все продавщицы, все женщины, во-первых, взгляд изменился, на меня смотрели, да, как на вообще врага народа, да, некоторые говорили, ну, купите ребенка, у вас же прекрасный ребенок, я говорю, знаете, я как-нибудь без вас разберусь, не надо вмешиваться в мои отношения с сыном, вот он стоял, вопил, как только я вышел из магазина, прекратил вопить и побежал за мной, без, он просто понял, бесполезно, да, не надо, я не кричал на него, не говорил, ну-ка, прекрати орать, иначе там, мы вернемся домой, там, ты у меня, но я понимал, что это спектакль на публику, было ли мне комфортно, категорически нет, не задевали ли меня вот эти вот взгляды, что я там задевали, легче ли мне было купить эту игрушку и вот это вот все, безусловно, вот не проблема вообще, 10 игрушек, но только это не является тем, что называется любовью по отношению к своему сыну, он не определяется покупками, я ему пытаюсь об этом сказать, попасть, он говорит, папа, я хочу чекеташку, нужно тысячу рублей, я говорю, все, я говорю, я тебе сейчас отправлю, тысячу рублей, пока, не, пап, подожди, я говорю, разговор закончен, ты хотел денег, получил деньги, зачем дальше вот этот вот спектакль, папа, я тебя люблю, я говорю, завязывай, это жестоко, вы думаете, я не боюсь того, что он не будет меня любить, боюсь, потому что я не хочу обесценивать эту фразу, а потому что да, но часто говорить об этом это становится нормой, понимаете, это становится, ну, когда чего-то много, не жалко это потерять, я не хочу вот это вот с ним делать, и я не хочу вот это вот, а ты меня любишь за то, что я поел там, за то, что я, я говорю, нет, малыш, я тебя люблю просто так, ни за что, потому что ты мой сын, потому что я в тебя верю, я расстраиваюсь, когда ты плохо поступаешь, да, злюсь, но любовь это не чувство, не просто вот эмоция, да, это чуть побольше, чем просто чувство какое-то, да, то есть это чувство, но это, ну, как бы не всегда приправлено приятными эмоциями, иногда я злюсь на тебя, иногда я, ну, как бы не хочу тебя видеть, но при этом я тебя люблю, тебе это, ну, сложно, наверное, понять, если бы это было не так, мы бы с тобой не виделись. Прекрасно, то, что мы вам даем, как упражнение, я люблю тебя, но ненавижу твою болезнь, вот и все. Я имею на это право. И в программе родственников мы даем вам информацию, чтобы вы не терялись, чтобы вы точно знали, вот эта болезнь или это действительно идет от души, понимаете, да, тогда вы успокоитесь и будете адекватно реагировать. И все. Но вы имеете право не поддерживать идеи, которые вам кажутся несостоятельными. Вы имеете право взять паузу и задать вопрос, проконсультироваться на эту тему. Вы имеете право думать столько, сколько вам необходимо думать. Вы не обязаны сразу удовлетворять чей-то запрос, вопрос и так далее и тому подобное. Вы не обязаны свои интересы отодвигать на второе место. потому что возраст, когда это вообще было положено делать, даже в вашем случае, уже все, уже кончился. Уже прошел этот возраст, все уже, ну, как бы равноправные отношения, хотя между вами и вашими детьми равенства нет. у них есть очень мало из того, что нужно вам, а у вас есть очень много, без чего они просто не выживут. И это не только деньги. Да? Да? Не знаю, насколько удалась сегодняшняя лекция. Поэтому по нашей традиции, Марина Владимировна, вопросы? Блиц. Блиц. Приятно. ну, мне, для меня это важно. Я не буду лыкарить, потому что, но только вы мне говорите, если и вторую часть, потому что моя задача, честно, мне не надо, чтобы вы мной восхищались, или чтобы вы меня любили. Мне не это нужно. Вы можете меня ненавидеть всей душой. Мне главное, чтобы информация, которую я даю, была полезна вам. Поэтому не стесняйтесь. вы машину водите? Нет, хорошо. Не к тому, что это хорошо, к тому, что хорошо, этот пример не подходит. Хорошо. со скольки лет вы начали готовить? Еду? Самостоятельно? С 18 лет. С 18 лет. Получаться, на чего, вот прямо вы начали, и все пошло, как помаз. Конечно. Ну, потребовалось время, да? Наверное, были какие-то проблемы, но приходилось иногда выбрасывать просто вот то, что приготовлено, да? Наверное, были порезы на пальцах, ну, потому что, да? И не раз, ожоги. Ну, вот, ну, то же самое. Но я уверен, что сейчас, когда вы приходите на кухню, да, вы вообще не думаете об этом процессе, да? То есть, он настолько, ну, органичен и не является дискомфортным, что вы даже об этом не задумываетесь. Ну, это как у мужчин, знаете, бывает, вот, ну, надо что-то отремонтировать, понимаете? Да, так вот женщины надо что-то приготовить, потому что, ну, как бы, просто так вот сидеть, ну, ну, и что, да? Никто, вроде, не просил, но, как бы, так же лучше будет. Да? Вот один вопрос, и вот так вообще все понятно. как традиционный, можно ли помогать в трудоустройстве, вопрос, хотя бы первый раз в данном вопросе? Только не на предприятии, на котором работаете вы. Вы понимаете, какая история? Да, если все пойдет хорошо, все будет хорошо. Нет, все хорошо не будет. Абсолютно точно. Если ваш ребенок будет добиваться каких-то, ну, успехов, все будут говорить, ну, понятно, чей он сын. Поэтому его повысили. Если он не будет, если он будет работать плохо, все будут говорить, ну, понятно, почему его не увольняют. Все знают, чей он сын. Таким образом, человек лишается обрести самоценность, вот выяснить, сколько стоит его труд. Понимаете, да? То есть, вообще нет. Не стоит к себе на рабочее место. Помочь, попросить, но выставить, надо поговорить с тем человеком, которому устраивается ваш ребенок. С посылом, что если он будет не полезен, я вас прошу его уволить. Вот отношение должно быть такое же, как ко всем. Не будет полезен, давайте так, маленькую историю. Хотите на эту тему? Хотите. Я учился человеком, который сейчас вообще является профессором государственного университета. Мой племянник, которому я заменяю отца, он туда поступил. Его мамы были страхи перед тем, чтобы он там, не дай бог, не попал в армию. Потому что она помнила о моей истории. Сейчас армия это совсем другая, как бы. Это год с мобильным телефоном. вы можете приехать, задать вопрос, какие такие мой сын совершал подвиги, почему у него синяк под глазом. И вам должны будут, понимаете, да? Мое время было совсем по-другому. были страшные вещи, когда одного моего одноклассника повесили в ленинской комнате. Ну, и были военные действия, и вообще, ну, понимаете, да? И мой племянник, он, ну, хороший мальчик, но он все любит откладывать на потом. И первый раз встал вопрос о его отчислении. Моя мама, его бабушка, мне позвонила и сказала, ты должен что-то сделать. Я сказал, я ничего не должен вообще, ну, как бы, она сказала, ты просто обязан. И дальше началось, вы не представляете, что. И она позвонила, говорю, окей, я сделаю это один раз. В следующий раз вот вплоть до того, что у меня исчезнут отношения с твоей мамой, с твоей бабушкой. Как вы думаете, второй раз был? Он мне позвонил. Причем они же сделали как? Они исполнили, они выразили, пошли в деканат и сказали, что преподаватели к ним придято относятся. экзамен принимала комиссия. Так вот, мой просто опоздал на этот экзамен. Его невозможно пересдать. Вот если бы он не опоздал, он бы его сдал. Понимаете, да? Я говорю, что будем делать дальше? Он говорит, был разговор, я пойду в армию. Я не папа ему, я его дядя. Я приехал, он почему-то как-то когда его отпускали увольнительные, он приезжал ко мне, в чем прикол, у меня кроме пельменей ни черта нет, а мама ждет с явствами, бабушка, они не поймут, мне хочется тебе рассказать, он мне рассказывал о том, что у них происходит. Я смотрел, у него шнурки такие уже на грани, поехал в магазин, купил ему нормальные шнурки, он приехал, я говорю, что это? Я говорю, нормальные шнурки? Он говорит, не, не возьму. Я говорю, почему? Как ты себе представляешь, у меня будут вот эти шнурки, а у всех остальных положеников мне не надо. Е галки. У меня не повернулось как-то вот, когда я его забирал, командир части хотел меня видеть. Ну, потому что оказалось, что он был одним из лучших солдат части. Я не пошел. Я посчитал для себя это, ну, это он сделал, это не я сделал. Это он сделал сам. Я мало очень участвовал в его жизни. Я говорю, наверное, если бы пришла твоя мама, если бы она была с нами, то да, безусловно, она имела право выслушать все эти слова, а я нет, потому что ну, ладно, поехали домой. чтобы да, да, диплом, все нормально. И у меня действительно на него не было времени никогда, ну, как бы, и когда я последний раз с ним общался, он так обнимал меня, провожая, сказал, дядь, ты знаешь, мы вчера, у нас был самый долгий разговор за всю мою жизнь, мы с тобой проговорили три с половиной часа. Была точка в нашем общении, ему было 14, он мне заявил, что я ему не отец, и что не мне решать, что ему делать, что ему не делать, что он взрослый, это самое, вот, и вообще мне тоже, как любому мужчине хотелось использовать вот эту штуку, вот, так, чтобы он раз навсегда понял, вообще, ну, с кем он имеет дело, ну, я сказал, окей, хорошо, тогда ты взрослый, если я тебе не нужен, позовешь меня, когда я тебе буду нужен, 17 лет, то есть, он терпел три года, 17 лет, он попросил приехать, вот, был такой разговор, он говорит, знаешь, я курю, я говорю, очень плохо, можно ли мне сигарету у тебя дома выкурить, я говорю, он говорит, почему, ты же куришь, я говорю, да, но это не означает, что ты будешь в моем доме курить, вот, как-то так, дочка перестала ходить на группы, про Бога ничего не хочет слышать, чистая полтора года, я могу что-то сделать в этой ситуации. Вы можете продолжать свою программу выздоровления. Если она работает, если она вносит свою долю в квартплату, если сама покупает себе одежду, еду и не требует вашей эмоциональной поддержки, тогда вы ничего не можете сделать. Если это не так, возьмите свой семейный договор, который у вас должен быть, положите его на стол и скажите, хорошо, да, вот этого, вот этого я от тебя не требую, ну уж, коль скоро ты от меня что-то получаешь, считай, это моей блажью, вот это и вот это ты должна делать. Проконтролировать вы это все равно не сможете, вы же не будете следить за ней, была она на группе или нет, но по крайней мере заявить о том, что вы от нее хотите, вы можете. Сложный вопрос, потому что я не знаю о вашей жизненной ситуации. Во-первых, я бы на вашем месте хотел бы услышать обоснование таких вложений с вашей стороны. А во-вторых, она же работает. Во-вторых, я бы подумал о долевом участии в этом бизнес-проекте. Ну, долю тоже нужно... Вообще, вот вы знаете свой бюджет, вы знаете, сколько вы готовы потратить там на свою дочь месяц, чтобы потом не злиться и не испытывать обиды. В рамках этого бюджета вы можете эти деньги дать, а если это больше, то вы не обязаны это делать. Иначе так будет всегда. Иначе вы услышите «Мама, я попробовал, знаешь, это не мое, теперь я хочу заниматься вот этим, но у меня нет образования, поэтому надо пройти вот эти курсы» и так далее и тому подобное. Вы, я думаю, при условии, что есть крыша над головой, кусок хлеба, какая-то одежда, вы свою задачу выполнили, дальше человек способен сам как-то вот, ну... Верьте в свою дочь, верьте, она сможет. Если она что-то действительно хочет, она добьется, вы ее не остановите. она не слабая. Мои аплодисменты вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok